Просто знаешь, есть много идей там, например, да, я веду, например, канал в ютубе, канал посвящен тому, куда можно сходить в Москве. Было бы круто мне сделать какое-то мобильное приложение по этой же самой теме, чтобы, например, если человек куда-то собирается, он мог туда же найти попутчиков, то есть с кем туда он может пойти. Вот в чем дело. Ага. Ага. А это да, это да, есть такое дело. Не, а то именно в приоритете, конечно, мобильное приложение. Я просто, видишь, когда-то натыкался в интернете на подобную приложуху, ты можешь создать встречу. Ну, допустим, как ВКонтакте, да? Слушай, ну я думаю, надо просто порыть более детально в поисковике эти самые. Здесь готовые платформы, эти конструкторы, они называются. Я, да, не, я знаю, что такое, да, конструкторы сайтов, но я от них сразу отказался. Но они слишком стандартные. Там, блин, знаешь, там ты можешь только выбрать шапку там и что-то. Да, это в этом плане понятные, стандартные. Ага. Но как образец, как образец, потому что сайты делают продвинутые люди, которые могут и сами записать, но это тебе, что-то дорого нет. Я знаю, сколько-то берут у нас, короче, есть три витра скрутки. Одна черная, белая и серая. Хорошо, черная, это, допустим, спам всякие там, эти, да. Сразу откидываю. Ага. Накрутки там, что-то еще, боты. Теперь сразу туда, не буду держать, если я не тратил. Просто откидываю. Серый вариант, допустим, что время создания, короче, белой, он должен, как минимум, полгода, короче, провисеть в интернете, чтобы, как-то, величина называется, короче, у сайта есть не IQ, а... У сайта? Ага. Птиц. Птиц, это что она, что она переводится? Не помню, короче. Птиц, это, ну, есть такая величина, птиц. Ага. Сопрещение. То есть это величина такая? Ага. И что она измеряет? И сумма с сайта, брейтинги, робота, который управляет с сайтом. Робот, то есть это может быть Google, Яндекс, что-то еще подобное? Все вместе взяты. Все вместе взяты ее роботы. Ну, роботы это кто? Это сервера, это... А, сервера. На серверах есть программы. Кавычка робот. Ну, если он написан, уже была написана программа, и она автоматом, короче, отправляет с сайтом. Ага. Она уже написана. Ага. А их примерно обновляют, короче, раз в полгода. Раз в полгода. То есть, знаешь, то есть, получается, ты можешь продвинуться черным методом и полгода быть незамеченным. Давай, не-не-не-не. Нет? Ха-ха. С сайтом методом вообще, на каких попробностей же, пожалуйста, как бы объяснять и прочее. Ну, допустим, я выложу, например, знаешь, какой-то пиратский фильм записан на телефон. Нет? То есть, по-другому месяцу продержится, короче, а потом роботы уже блокировали. Ага. То есть, по-другому, киеву выдавать не будут? Ага. В первый момент он вылезет, допустим, там, в первую десятку. А роботы еще, скажи, на каких-то, по списку сайтов или вообще по всему интернету? По всему интернету. То есть, и пока он в поле зрения администрации не заметят, то никто его трогать не будет, по идее, как? А администрация никак не светит. Робосы идет. Ну, смотри, чтобы программа выкинула из списка выдаваемых, это же нужно, чтобы программа что-то нам нашла такое, что... У нее прописано в условиях. Условия? Условия, по которым либо растет киев, сейчас либо в течение какого-то года, либо падает. Киев, то есть посещаемость, например, в месяц, в месяц, я понял, посещение в месяц, в год, переходы, или... Содержание сайта. Содержание сайта. Содержание сайта. Ага. Ха. Все хитрое, я тебе и говорю, на уровне юзера, да? Ага. Я не соображаю вообще. Есть люди, которые соображают профессионально, вот они у меня бывают... Ну, я понял, да, в чем суть. То есть это какие-то новые статьи на сайте, новые аккаунты, новые материалы и так далее. Да, то есть... Ну, в основном это длительность его нахождения. Пойдем, ждите. Ага. От трех месяцев, ага. Год, два, три, пять. Ага. Растет птица. Не жалуются ли пользователи? Смотри, а кому пользователи могут пожаловаться? Элементарно. По гуглу, Яндексу? В самом сайте есть, короче. Ну, где пишут, короче. Отзывы про сайт. Ну, смотри, отзывы про сайт же читает только администрация сайта. Она их может и удалять, и скрывать, и высвечивать. Роботы. Ну, роботы-то, получается, замечают. Там есть шоколад. Ну, понял, допустим, шоколад. Ага. Роботы в целом настроены так, что они определяют. Пользователь либо пожаловался, либо, там, минус упал, либо выставил оценку 10. Может, оценки ставить? Угу. Отзывы. Или жалобы какие-то, понял? Вот это все. А смотри, вот есть такая тонкость. Например, если ты набираешь что-то в гугле, например, Москва, улица Оленинский проспект, гугл выдает видео с ютуба. Но если ты это наберешь в Яндексе, Яндекс выдает видео с одноклассников. Почему так? То есть это, например, одни сайты дружат с поисками веками, а другие нет? Или как? От настроек зависит. То есть настройки. На одном сайте не условия выставлены, понимаете, войсковики, ну, поисковая система настроена. У других там другая система настроена. И вот состыковка, допустим, Ну, правила, то есть не одни для всех. Например, у Яндекса, получается, одни правила игры, у гугла другие правила игры. Как настройки каждый правил? Я просто видишь, как? Я просто, допустим, когда... Правила, не правила, а как тебе объяснить. О, да. Здесь, короче, ну, например, своим выгодно продвигать своим. Да, да, да. То есть получается, что, mail, то есть одноклассники являются Яндексами. Ну, Google, это понятно, да. Да, но я слышал, что хозяева вообще в Голландии где-то находятся. И за реганом в Голландии. Точка.ру. Ага. Это российская. А гугла это? Американцы. Но смотри, а гугл есть точка ком, а также гугл есть точка ру. Адреса они тоже, короче. Также гугл есть точка юа. Ага. Ну, таблицы, короче. Ага. Значит, они, блядь, ну, где-то, что были там. Ну, сайт один и тот же, только разные данные для разных вот этих доменов. Точнее, ага. Это вот, черт лесенка, понял, ветка. Ага. Эти сайты к России относятся, потому что точка ру. Ага. Все, пиздец. Они черного списка. Ага. Для одного домена. Ага. Ага. Домен все взаимосвязаны, но, ну, да, взаимосвязаны. Потому что, что такое домик? Домен это и есть шифров, короче, длина бизнеса, местонахождение в какой стране, в регионе и так далее. Россия вообще, она там, блядь, фрейтинг визу. Ну, не шифров. Я вот никак не понимаю. Например, почему, ну, Тэша был, да, в фейсбуке? Это значит, что-то вообще такое за сайт? Честно, там устранить весело, блядь, блядь, блядь. 25 мегабайт, это что такое? Я даже видео не могу отправить. Ну, но в чем суть? В Европе говорят, все пользуются фейсбуком. Почему не ВКонтакте, если ВКонтакте там хорошо ловит? Потому что... То есть, ну, Контакт, по идее, берет своим качеством. Не, популярность, с чего зависит. Упоминаний, в принципе, немного, да. Очень много, много разных стран, конечно. Ага. Разных стран. Смогут без проблем, короче, ПК-шку, короче, понял? ПК-шку. Ага. И между собой без проблем, там, общаться, ну, как бы, знаешь, ну, смотри, хорошо. Я понял, смотри, допустим, возьмем Италию. То же самое. Вот у меня было интервью с итальянкой, но с девушкой, которая там долгое время жила. Она говорит, там популярен фейсбук и инстаграм. Я такой, хорошо спрашиваю, а там еще плохо ловят ВКонтакте? Говорят, нет, хорошо ловят. Языки, язык итальянский выставляется? Выставляется. Я знаю, что ВК даревая. ВК даревая? В каком плане даревая? В плане безопасности. В плане безопасности. А фейсбук разве безопаснее? Вот. То есть, дарявый что то, что то? То есть, дарявое что то, что то получается? Ну, чуть-чуть, как бы, телега не совсем даревая. Телеграм? Ну, это понятно, но это же месседжер, это же, ты же фильм не выложишь в телеге. То есть, фильм в телеге вложишь? Там же ограничения вроде бы есть Какое-то По мегабайтам Я не помню Можно помню видео Не, ну с алофильм полтора часа Игры престолов я закину Устаревшие у меня друзья Сейчас Продвигают Среди стариков Которые уже долго это держат Это уже высшие круги Которые держат саму телеву И один говорит Типа блять пацаны давайте нахуй Поменяем движок Потому что он уже устарел Все ну как бы не хотят менять Потому что пацаны Туча гематра Но как бы телодвижения не будут Потому что движок устаревший Вот движок например понял Он у нас настроен И он не позволяет То если его перегрузить Он начнет зафлёбываться То есть вот ведюхами Тяжелого брака Объём Оперативки Допустим Движки Он ограничен Так движок Это ты имеешь ввиду Место свободное Мегабайт Ну вообще Количество памяти на сервере Если б каждый будет выкидывать Ну да да То Ну это нужно знаешь Выделять целый стадион Для сервера Чтобы там Не ну ютуб Знаешь А вот допустим Ютуб загружается Ежеминутно Вы сравниваете Ну да Но для ютуба Допустим Какой сервер Ну там Я же говорю Целый стадион Целый небоскрёб Стоит наверное Да Да Но там же Блин По-любому В Америкосе Так раз и построили Люди Они дома Закрылся Работали Ага На автономном питании Короче Большие серверы Культурные Стадионы Они требуют Какого-то Независимого питания Чтобы Независимого Государства Стране Да Да Вот это Самый геморрой Ну где-то да В пустынях Там Человека Куча бабок Они не позвонят Что это содержит В продаже Сервийных мест Сервийра продавается Дежурно Месячно Ежегодно За место На сервере Для сайтов Ну это да То есть Хостинг Здесь такая тема Хостинг Допустим Ты купил себе гараж Ты каждые квадраты метра Сдаешь в аренду У меня грязь Я даже знаю пацанов Которые В квартире В квартире То есть сервер себе устроили С компьютера Сделали сервер Оно Ставили ящичек Оно А там жесткий Винтов Ага Ну вы говоря Там у него Торубает Стоп Ну Дом Ага Питание Понятно Неважно Зависит От квартиры Ну да Вот в чем геморрог Если свет Рубят Что будет Но Есть люди Которые Интересны Ага Ну там цена Дешевле Да Там что-то еще Такое Ага Сразу И пацан И пацан еще и самовслуживает Гарантирует Что все будет нормально Ага Все И она работает Ну бывать конечно оказывается Там мало ли лет Вот это раз в год Ага Ну для маленького сайта Понял Это Ну да Денег меньше Платят Платят Пацан У нас все Пуни интернет Примерно Плачут А смотри Хорошо Комп Допустим Компьютер работает Да А ему разве не нужно отдыхать Чтобы охладиться Или он Ну он может прям бесконечно Да работает Там хоть целый год Не выключаясь Ну Конечно там Сохнут Ну Сохнут Такие Пасты Да Ну Бля Это раз в год Ну Ну это и с выключением Они будут сохнуть Машины тоже Раз Ага Я просто не знаю Может там есть какие-то шлейфы Которые нужно отдыхать Знаешь там Какие-то там шлейфы Там резиночки Там что-то еще такое Вот например У меня ноутбук уже не включался Где-то трое суток То есть это Вообще безопасно для него Там ничего не нарушится Батарея пока надо На батареях Она у меня постоянно В зарядке Уже где-то Больше года Зарядка Это зарядка И надо разряжаться Заряжаться Цикл Цикл Заряжаться Слушай Нам не пора Законечно Вот так Да Давай обменяемся контактами Короче Да 925 Телефон у вас Зарядка 376 Опять Три 65 Вешаем И сейчас просто Канала раскручиваем В ютубе Ну Посвященный Прогулкам По Москве Это концерты Всякие Это какие-то Стендапы Там Шуточки Смехуешьки Либо просто Допустим Экскрусия По парку Да Ага